всем привет добро пожаловать на канал сегодня я покажу как шить детский свитшот в предыдущем видео я уже показывала как можно построить выкройку такого свитшота и ссылку на это видео я оставлю внизу под этим видео в инфобоксе так что если хотите построить сначала выкройку тоже то переходите по ссылке и смотрите видео для пошива свитшота мне понадобится ткань также выкройка я буду шить из хлопкового велюра а также на манжеты пояс и обработку горловины я буду использовать рибану ткань очень мягкая приятная на ощупь и хорошо подходит для пошива детской одежды выкройку я строила сама вы также можете ее построить самостоятельно перейдя по ссылке под видео выкройка у меня состоит из двух частей это одна часть на которой расположена и спинка и полочка и вторая часть это рукав я сначала перенесу выкройку спинки затем вырежу горловину у меня получится выкройка полочки и я также перенесу ее на ткань для того чтобы не строить несколько выкроек я сделала ее на одной выкройку я строила для трикотажных тканей и также необходимо учитывать степень растяжения трикотажной ткани из которой вы будете шить свитшот теперь переношу выкройку на ткань для начала обрезаю кромку также на ткани также смотрю в какую сторону у меня лежит ворс на велюре и мне необходимо вырезать все детали свитшота так чтобы ворс на всех деталях лежал в одну сторону теперь складываю ткань лицевой стороной вовнутрь сбоку у меня получается сгиб сначала я буду вырезать деталь спинки затем вырежу горловину так как у меня на одной выкройке расположена и спинка и полочка поэтому сначала переношу выкройку спинки я прикладываю выкройку к ткани можно обвести выкройку фломастером также добавляю по всем срезам 0,7 миллиметров на припуск и вырезаю также можно приложить выкройку к ткани приколоть иголками чтобы выкройка не двигалась и не смещалась ткань между собой добавить также также добавить на припуск и вырезать я уже вырезала спинку теперь вырезаю горловину и вырезаю полочку также складываю ткань лицевой стороной вовнутрь сбоку у меня идет сгиб прикладываю выкройку прикалываю и вырезаю и также теперь обрисовываю рукав и вырезаю теперь мне необходимо вырезать детали манжета пояса и горловины а я меряю низ свитшота внизу окружность свитшота также также меряю рукава смотрю какая у меня получается окружность и умножаю на 0,75 у меня уже готовы все детали свитшота теперь беру деталь спинки и деталь полочки складываю их лицевой стороной вовнутрь скалываю плечевые срезы и стачиваю на оверлоке и Также необходимо при стачивании контролировать, чтобы детали лежали ровно, не смещались между собой, так как велюр ткань ворсистая и немного скользкая и поэтому ткань может немного смещаться между собой. Теперь мне необходимо пришить рукава, прикалываю рукав к пройме лицом к лицу, совмещаю плечевой шов с центральной отметкой на рукаве, также прикалываю рукав с другой стороны и стачиваю на оверлоке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так у меня получилось, теперь мне необходимо сшить срезы на рукаве и боковой срез на свитшоте. Сначала скалываю срез на рукаве, также совмещаю шов и дальше скалываю срез бокового шва и точно так же делаю с другой стороны. Я уже сколола и теперь стачиваю на оверлоке с одной и с другой стороны. Продолжение следует... Теперь складываю лицевой стороной вовнутрь пополам все детали, манжеты и пояс и стачиваю в кольцо. Теперь беру манжеты, складываю их пополам, разворачиваю припуски в разные стороны. Теперь ставлю отметки на манжетах, делю манжет пополам, складываю манжет пополам, ставлю отметки, также ставлю отметки внизу на рукавах и теперь прикалываю манжеты по отметкам к рукавам. Ставлю отметки на поясе, складываю пояс пополам, ставлю отметки, также складываю свитшот пополам и внизу тоже ставлю отметки и теперь также прикалываю пояс по отметкам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь прикалываю манжеты и пояс на оверлоке. Продолжение следует... и теперь мне осталось обработать горловину на свитшоте для этого я меряю окружность горловины также умножаю на 0,75 добавляю также припуски теперь вырезаю полоску нужной длины складываю ее пополам и стачиваю на оверлоке в кольцо вот так у меня получилось теперь также ставлю отметки как на свитшоте так и на горловине нахожу середину на свитшоте ставлю отметки и также нахожу середину на горловине складываю тоже пополам ставлю отметку и затем прикалываю горловину к свитшоту равномерно растягиваю и прикалываю горловину к свитшоту и затем стачиваю на оверлоке и и и и и и и и и Продолжение следует... И вот так у меня получилось, мой свитшот готов, теперь я могу померять его на дочку, я надеюсь, что он ей понравится, также можно его украсить. У меня есть наклейки специально для одежды и я украшу Сашей свитшот одной из таких наклеек. Если у вас остались еще вопросы, пишите в комментариях, также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Также ставьте палец вверх, если вам был интересен этот мастер-класс и полезен, также если вам понравился наш свитшот. И на этом все, я с вами прощаюсь, всем пока!